В последнее время все чаще противопоставляются 90-е годы реформ и нынешние 15 лет стабилизации. И это противопоставление всегда в пользу путинского времени. Насколько справедлива такая оценка? Что дали стране ельцинские 90-е и стабильные путинские годы? В эфире программа «Диалог». Здравствуйте! Благодаря начатым в 90-е годы ельцинным рыночным реформам, Россия распростилась со старым социалистическим плановым укладом и стала страной с рыночной экономикой. Но этот слом протекал так болезненно, что на практике в годы реформ произошло резкое падение промышленного и сельхозпроизводства, падение уровней жизни. Этот тяжелый и болезненный кризис выпал на долю ельцинских реформаторов. Но прошло время, кризис все же миновал, реформы сработали. И в нулевые годы, именно в те годы, когда президентом стал Путин, начался экономический подъем и повышение уровня жизни. Добавим еще и выросшие именно в нулевые годы цены на нефть, и вот уже у сторонников стабилизации складывается стойкое, но совершенно ложное ощущение, что прогресс случился благодаря не ельцинским реформам, а только президенту Путину. Почему не удалось эффективно использовать результаты реформ 90-х годов? Возможно ли в России построить конкурентное, эффективное рыночное хозяйство и демократическое общество? Почему, несмотря на предпринимаемые усилия, масштабы коррупции продолжают расти? Об этом мы говорим с руководителями Института региональных проектов и законодательства Борисом Надеждиным. Борис Борисович, в августе 91-го года состоялось событие, которое много называют Второй Русской Революцией. Вот с этого времени, за эти почти 24 года, почему не удалось эффективно использовать все то, что было тогда заложено? Я бы не сказал так, что все пошло плохо, все пошло не так. Россия медленно, нелинейно, непоступательно, как-то зигзагами, как-то вот так вот, но все-таки возвращается на основную магистраль развития цивилизованных стран. Благодаря событиям 91-го года мы стали открытой страной. Ну просто, да, вот я помню хорошо, как я был советский молодой ученый, вопрос о том, выпустить ли меня за границу на международную конференцию, решался на уровне райкома партии, где меня пытали про средний удой и коров, и как зовут там генерального секретаря какой-то там вьетнамской партии и так далее. Такого сейчас нет, вот например, да, нет проблем, если есть там возможность поезжать за границу, не вопрос. Дальше, у нас при всем при том, при всем при том, конечно, что есть масштабная система государственной пропаганды, используем телевидение и так далее, но у нас любой желающий человек альтернативную информацию найдет. Более того, у нас какие и не есть, но альтернативные выборы. Они, конечно, такие предсказуемые, но они есть, чего не было в советское время. Наконец, что самое главное, у нас фундаментально другая экономическая система. У нас рыночная экономика, у нас частная собственность, да, со всеми проблемами там недобросовестной конкуренции, монополизма там, пятое-десятое, но она есть. Поэтому я бы так вот не говорил бы, что мы как-то все не туда пришли. Вопрос, как всегда в российской истории, он немножко другой. А стоило ли платить вот за то, что мы сегодня имеем, достижение, ту цену, которую мы заплатили, да? Это вопрос, который в российской истории возникал всегда. Возможно ли в России построить конкурентное, эффективное рыночное хозяйство, демократическое общество, имея в виду наши традиции? Я могу совершенно точно сказать две вещи, вот абсолютно точно. Первая вещь заключается в том, что нету никаких народов, например, таких, что вот этот народ изначально для него диктатура, авторитаризм и по-другому он не может, а этот народ наоборот такой свободолюбивый, демократия, свобода слова, парламент, и вот он такой. Это точно не так. Все крупные современные народы, нации, государства проходили через чудовищные авторитарные режимы. Все большие нации проходили через период авторитарного режима, колониализма, захвата территорий и так далее. Ну вот и мы так. Есть только одно отличие. Мы в этом немножко застряли. И когда во второй половине 20 века большинство развитых стран уже стало уходить от приоритетов военных задач в экономике, мы в этом остались. По большому счету именно эта вещь, то есть сохранение военных приоритетов над всеми остальными, над задачами построить дороги, нормальное здравоохранение, образование, именно это и привело к тому, что в Советском Союзе в 70-80-е годы стало наблюдаться ощутимое большое отставание как по уровню жизни, так и по продолжительности жизни людей на фоне стран, с которыми мы традиционно, будем говорить, конкурировали. Именно это привело к распаду Советского Союза. С болью говорю, что мы сейчас вступаем в эту же колею. С болью говорю. Вот эта идея сейчас современной России иметь военно-стратегический паритет с условным Западом, она тем более гибельна сейчас. Понятно, что идея, навязанная нынешней властью о необходимости противостояния внешним угрозам, отвлекает от внутренних проблем и создает миф о сплочении вокруг лидера. И это характерно для авторитарных режимов и достаточно распространено среди россиян. На вопрос о том, надо ли России поддерживать стратегический паритет с НАТО, более 80% отвечают утвердительно. И только около 20% опрошенных считают, что в стране есть другие, более важные и реальные задачи. Есть много сфер, которые более важны чем армия, потому что в наше время все-таки мирные, но и вооружение тоже не стоит забывать. Очень недобросовестные люди в этой отрасли, которые воруют миллиардами, миллиардами, остаются безнаказанными и не возвращают эти миллиарды назад. Если мы себя не будем защищать, кто нас будет защищать? Вокруг нас одни враги. А у России, говорит, только два друга. Собственная армия и собственный флот. Мы должны быть сильнее всех, чтобы не претендовали на нашу территорию и так далее. Должна быть своя культура защищена, свой народ, свои дети. Чтобы можно было обороняться в случае чего. Сейчас крайне напряженная обстановка на Украине. Так что я считаю, это просто необходимо. Чем сильнее вооружен, тем, значит, обезопасен. И Советский Союз, и Россия никогда не ставила свой оборонный потенциал как угроза другому государству. Потому что это невозможно, ибо это приведет к глобальным, катастрофическим изменениям в мире, если применение самого ядерного оружия. А как ядерный щит и предупреждение любого, кто посчитает, что может прийти на территорию России с какими-то воинственными требованиями и заявлениями, то это необходимо делать. Что касается общих сил, скажем так, вооружений как таковых, которые мы видели и на Параде Победы, то, конечно, должно быть все разумно. Вот это должно быть не в ущерб социальной политике государства. Вернемся все-таки к вещам более таким приземленным и сравнимым. Вот 24 года назад выборная система, институт выборов в нашей стране, и институт выборов сегодня. Какие, на ваш взгляд, пришли изменения? И почему вот все-таки у нас никак не проявляется нормальный демократический выбор? Значит, история в следующем. Если вот так послушать Чурова, представителя Центра избиркома, у нас самые демократические выборы, и формально он часто прав. Ну, например, он говорит, смотрите, у нас прямые выборы президента. Люди приходят, бюллетень, там фамилии Путин, там Зюганов, да. А вот в Америке косвенная система, архаичная, 18 век, там на лошадях скачет, там Вашингтон. В каждый период времени критерии демократичности выборов, они разные. Например, Сталин справедливо совершенно говорил, и правда была, что у нас всеобщее избирательное право, но кроме там попов, недобитых дворян, там, ну, все голосуют. А вот в проклятой Европе женщины тогда, между прочим, почти не голосовали, так на секундочку, когда у нас все голосовали, да. Какой главный критерий демократичности в современном смысле, когда избирательное право всеобщее, голосуют все, там, выборы в основном прямые, там, да, многопартийность, главный критерий заключается в следующем. Позволяет ли данная избирательная и шире политическая система периодически менять власть мирным путем по итогам честных выборов? И вот те нации, которым этот процесс удалось запустить, а это в первую очередь Европа, у тех странах как-то все идет в целом веселее. И огромный рассвет благосостояния, экономики, качества жизни в Европе связан в том числе с тем, что политические системы обеспечивают периодическую сменяемость власти мирным путем, никаких революций, там, не дай бог, майданов. Вот сегодня Саркази президент, завтра Алланд, да, сегодня там Обама президент, завтра, может быть, республиканец опять будет, когда это установлен, да, и так далее. В чем проблема постсоветских стран большинства, включая Россию? У нас ни разу за всю тысячелетнюю историю России, внимание, ни разу не происходила смена хозяина Кремля мирным путем по итогам выборов. Не было такого в нашей истории. Ну, не было. А, конечно, можно говорить, а вот как же Медведев Путина сменил, а потом, ну, это смешно, да. Никогда не было такого, чтобы хозяин Кремля проиграл выборы и ушел из Кремля, а пришла оппозиция. Из сменяемости власти много что следует. Из сменяемости власти следует мало коррупции, свобода слова, нету сращивания бюрократии с политикой, с силовиками, там, с бизнесом и так далее. Все вот так конкурентно. И вот это и есть, пожалуй, единственный критерий демократии. Потому что, если у вас выборы есть, они и в Северной Корее есть выборы, да. Но власть не меняется, а престолу наследия в той или иной форме. Это другая история. Выборы в Госдуму в декабре 2016 года. На ваш взгляд, все-таки сумеет ли несистемная оппозиция участвовать в этих выборах и пройти в Госдуму? Когда вы говорим несистемной оппозиции, нужно уточнить, кого мы имеем в виду. Безусловно, выборы 2016 года – это шанс для некоторой оппозиции, но отнюдь не либеральной, а скорее наоборот. Надо понимать, что одним из последствий политических этой истории в Украине является легализация имперского сознания. Эта точка зрения была маргинальной, она перестала быть маргинальной в связи с событиями в Украине. Вот эти имеют шанс. Что касается либеральной оппозиции, ну, которой я вот себя причисляю, шансы не очень большие. И две главные причины. Первое – то, что именно вот эта либеральная оппозиция рассматривается нынешней властью как главная угроза. Именно поэтому к нам пришиваются ярлыки «пятая колонна», «празападная», «антироссийская». А вторая причина, но она органично присуща либералам как явлению, она заключается в том, что если… А в чем как бы конкурентное преимущество имперцев, сталинистов и так далее. Для них очень комфортно понятие «вождя», за которым все выстроились и все пошли. Да, они легко объединяются. Но для либерального сознания крайне вот отвратительна идея наличия какого-то лидера сама по себе. Вот у нас тут демократия, все соберемся, все равны там. Именно поэтому либералам всегда крайне трудно было объединяться. Но ситуация будет меняться, потому что хочешь не хочешь, а если Россия хочет занять достойное место уже в новой, вот в новой мировой системе, нам все равно придется делать правительство вполне себе рыночное, либеральное. По-другому не получится. Коррупция в начале 90-х была локальной проблемой, а теперь эта проблема вообще тотальная. Многие даже говорят так, что без коррупционной смазки государственный механизм вообще работать не будет. С другой стороны, власть демонстрирует какие-то попытки борьбы с этой системой коррупционной. Ну, например, губернатор Сахалина, Васильева из оборонсервиса. Как вы считаете, все-таки эти попытки приведут к тому, что нам удастся продвинуться в борьбе с коррупцией? Я так скажу, победить коррупцию чисто вот такими полицейскими средствами абсолютно невозможно. Дело в том, что есть две глубоких причины того, что коррупция в России, в современной России, действительно, увы, имеет большие масштабы. Первая глубокая причина заключается в том, что у нас не происходит периодической смены власти по итогам выборов. И когда у вас одни и те же люди в регионах десятилетиями правят, то происходит естественное сращивание всех на свете вот этих систем. Силовой, прокурорской, хозяйственной и так далее. Вот и все. И происходит еще даже более печальная вещь. Бюрократия перестает быть лояльной обществу и народу, а становится лояльной своим начальникам. То есть главное что? Главное, что тебя начальник любил. Вторая глубокая причина. В основе путинской стабильности, пакт такой был, да, ты давай у себя в регионе, показывай хорошие результаты единой России, да, наводи там порядок, чтобы там что-то строилось, росло, а при этом, ну как бы, мы закрываем глаза на то, что ты немножко воруешь. Или немножко, да. Вот, а поэтому вот на этом устроена стабильность, на самом деле, как-то не печально. Проблема заключается в том, что такая система не выдерживает проверки на какой-то более-менее кризис, и особенно плохо начинается, когда политический кризис становится очевидным, да. Ну вот пример Хорошавина Сахалинского. Все у него шло хорошо. Я не поленился, посмотрел его декларации, он же сдает уже три года, как все чиновники, сдавал декларации о доходах и имуществе, пожалуйста, сайт Сахалинской администрации, здесь хворвиси. Губернатор честно деклалировал, по-моему, 7 или 8 миллионов рублей годового дохода, и квартира метров 50 в Южно-Сахалинске, больше ничего нет. Тут бабах, что-то пошло не так, его, значит, арестовывают, говорят, что в связи с тем, что он с какими-то, не с теми, там, какими-то бизнесами там договаривался по поводу, там, нефти и газа, Сахалинской, не знаю, выясняется, что у него там одна ручка стоит 36 миллионов рублей, да, нашли ручку, это на секундочку его зарплата там за 5 лет, да. Это показывает следующее, если ситуация будет развиваться, как некий политический кризис власти, все это вывалится наружу, да, и может, извиняюсь, полностью подорвать управляемость страны. За эти годы в стране так и не сформировалось сильное гражданское общество. А власть, с одной стороны, часть общественных организаций как бы приручает, других объявляет иностранными агентами, то есть идет такую политику по разрушению остатков этого гражданского общества. Почему? Ведь, по идее, гражданское общество, это означает и сильное государство. Я бы не считал, что у нас гражданское общество как-то совсем его нет, оно есть, просто оно до сих пор не выходит на политические задачи. А так, вообще говоря, вот в любом городе России вы найдете массу людей, вполне себе гражданских активистов, которые занимаются чем угодно, проблемами в ЖКХ, проблемами бездомных животных, проблемами поиска пропавших, то есть это есть. Но гражданское общество, в отличие, скажем, от западного, не входит в политику. А сама государственная машина всячески, вот те, кто начинает подходить в политику, всячески вот так отпихивает оттуда. Вы там вот занимаетесь своими кошками, собачками, там и так далее, вот сюда не надо. Это да, это некоторая проблема. Но опять же, я так скажу, я все сравниваю с советским периодом. Все-таки мы проделали огромный путь в части гражданской активности, в части какой-то независимой защиты своих прав по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, когда не было вообще ничего. Любая общественная организация создавалась не иначе, как по решению, там, то ли от Кома, то ли за Кома, то ли Райкома партии. Вот так было. Власть всегда борется с конкуренцией, политической конкуренцией. Потому что та система, которая создана, управление сегодня государством, она не только неэффективна, она порочна, в принципе, для существования российского государства. Власть боится, не дай бог, выпустить влияние на умы избирателей. В свое время Борис Николаевич Ельцин сказал о том, что регионам берите суверенитета столько, сколько хотите. Сейчас мы имеем регионы, в которых ни денег, ни власти. Вообще, есть ли будущее у российского федерализма? И если у вас приоритеты государства чисто военные, что сейчас, увы, происходит, то у вас деньги утягиваются в Москву, в федеральный бюджет. А в регионам остается меньше, потому что вы не тратите столько, сколько тратит средняя европейская страна на образование, здравоохранение, строительство дорог и так далее, и так далее. Без города Москвы все деньги регионов, это примерно 5,5 триллионов рублей. А федеральный бюджет с пенсионным фондом за 20. Чувствуете разницу? Это глубокая проблема страны, глубокая. И если мы хотим, чтобы у нас лучше выглядели школы, больницы, дворы, дороги, все то, где люди живут, нам придется менять приоритеты государства. Нам придется не пытаться угнаться с Америкой, с Китаем по военным расходам, что бессмысленно. Понимаете? К сожалению, большому американская экономика больше российской примерно в 8 раз, и китайская примерно в 6 раз. Поэтому, если мы хотим сопоставимо тратить на армию с ними, то нам придется отрезать, ну понятно, в несколько раз больший кусок. Соответственно, вот, поэтому вопрос в следующем. Приоритеты государства должны смениться. Вот с таких вот военных задач, там, со всем миром, там, ссориться и всех там держать, на более простые такие приземленные задачи. И тогда регионы изменятся. Это правда. Для этого требуется политическая конкуренция, потому что если у вас во всех региональных парламентах одна партия, да, управляемая из Москвы, имеет большинство, ну, чё. В России никакого федерализма нет, а есть унитарные государства. Нет никакого парламентаризма, и быть не может. Нет никакого влияния представительных органов власти или нашего областного парламента, допустим, законодательного собрания, на губернатора и правительства. Они всё, что хотят, то творят. Пример самый яркий – это Буловский бур. Мнение абсолютного большинства жителей против входа туда нефтяников и добычи нефти, в том числе дважды позиции законодательного собрания, губернатор Берг, который единолично, единолично при нарешении 10 марта Хлопонину отправил письмо, что он за добычу нефти. Вот поэтому, значит, и никакой ответственности он не несёт, ни перед парламентом, ни перед обществом. Поэтому я считаю, что сегодня мы живём в условиях фактически нарождающегося тоталитарного фактического режима. В день памяти Бориса Ельцина в апреле мы сами вместе от СПС возлагали цветы к могиле первого президента Российской Федерации. Почему, на ваш взгляд, в этот раз было так мало народу на церемонии? Та интерпретация 90-х годов, периода Бориса Николаевича, которая сейчас складывается, которая российское руководство озвучивает, она не в пользу Бориса Николаевича 90-х вообще. То есть интерпретация выглядит так. Был Советский Союз, потом пришли то ли какие-то недоумки, то ли прямые агенты Запада, всё развалили. 90-е, лихие 90-е, бардак, кошмар. А потом в нулевые пришел Владимир Владимирович Путин, и страна встала с колен. Эта интерпретация, ну и упрощаю, но она в целом такая, она, к сожалению, некомфортна для памяти Бориса Николаевича Ельцина. Увы, это так. И я думаю, что пройдет еще достаточно много времени, и люди по достоинству оценят то, что было сделано в 90-е. Я тоже думаю, что для осознания значения реформ 90-х осознание масштабов личности первого президента России потребуется время. А пока только несколько фактов о дне сегодняшнем. 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать международным, неправительственным организациям статус нежелательных в России. Вопрос о том, какие организации нежелательны, будет решать генеральный прокурор по согласованию с Министерством иностранных дел. Без суда. Присвоение организации статуса нежелательной приведет к замораживанию ее активов России и фактическому прекращению деятельности. Хочется спросить, а что дальше? Железный занавес? А вот другая новость. В свое время замглавы президентской администрации Вячеслав Володин придумал формулу, что если нет Путина, нет России. Глава РЖД Владимир Якунин на этой неделе эту мысль развил и пошел дальше. В одном из интервью он сообщил, что Путин России дал бог. Между тем в Польше на этой неделе состоялись президентские выборы, по результатам которых произошла смена власти, спокойно, бескровно, в результате свободных и честных выборов, чего в России не было никогда. На этом все. До новых встреч в программе «Диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова